Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По поручению губернатора Дмитрия Азарова, мобилизованные со Морской области начали получать дополнительную экипировку. Комплекты были закуплены к обмундированию, которым бойцов обеспечивает армия. Об этом губернатор Дмитрий Азаров рассказал на встрече с заместителем полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорем Паншиным. Глава региона сообщил, что по его поручению предпринят ряд мер в поддержку бойцов. Выплаты мобилизованным в размере 50 тысяч рублей на период прохождения подготовки. Льготы по оплате детсада и питания в школах для детей военных. А также работа в рамках социального паспорта семьи военнослужащего. Основная часть дополнительной экипировки будет выдана бойцам в ближайшее время, до отправки к месту несения службы. Список представили опытные командиры, которые знают, что нужно помимо той обязательной амуниции, которую мобилизованные получают от Министерства обороны. В комплекты вошли балаклава, перчатки, полушерстяные носки, шапка, коврик, аптечка, спальный мешок, нательное белье, сапоги и рюкзак. Игорь Паншин отметил, что регион достойно поддерживает бойцов. После полного обновления пять вагонов муниципального предприятия «Самарский метрополитен» доставлены в региональную столицу. Напомним, что минувшим летом для производства капитального ремонта подвижной состав был направлен в Санкт-Петербург, где специалистами завода «Метровагонмаш» выполнены все необходимые работы. Это позволяет продлить срок эксплуатации вагонов еще на 15 лет. Сегодня в электродепо «Кировская» их встречала и наша съемочная группа, которая узнала обо всех нюансах преображения транспорта самарской подземки. Эти вагоны служили верой и правдой почти с момента открытия Самарского метрополитена, но у всего есть свой срок годности. Однако, в случае с подвижным составом, период эксплуатации можно продлить. Для этого прошедшим летом старые вагоны отправили в Санкт-Петербург на капитальный ремонт, который производился в заводских условиях. Спустя почти 4 месяца транспорт вернулся. Новые колесные пары, тележки, ходовая, пневматика. Полностью обновлен салон. Он с новыми сидениями, яркими светодиодными светильниками, специально отведенными местами для маломобильных граждан, установленными системами видеонаблюдения и пожаротушения. Также для повышения уровня безопасности в межвагонных пространствах установлены предохранительные устройства, перегородки для исключения вероятности падения пассажиров между вагонами состава. Эти и другие работы в рамках капитального ремонта, согласно заключенным контрактам, производятся на протяжении нескольких лет. Новый подвижной состав постепенно вытесняет устаревший. Претерпел изменения внешний вид транспорта. Именно такими в Самару после капитального ремонта возвращаются вагоны метро, готовые выйти на линию уже в скором времени. Но сначала необходимая подготовка и обкатка. На пуск-наладку приблизительно мы отводим себе две недели. Дальше произойдет уже обкатка подвижного состава. Если все хорошо произойдет, то, значит, будем ориентироваться, что через три недели состав выйдет для работы на линии. Как правило, обкатка проходит в ночное время, чтобы не мешать движению других поездов, когда метрополитен открыт для пассажиров. Обкатка позволяет выявить недочеты и отработать замечания. И только после этого состав направляется для совершения регулярных рейсов по ветке. Стоит также отметить, что вагоны перемещались до завода и обратно своим ходом, на своих осях и колесных парах, с помощью локомотивной тяги. Специалисты поясняют, ширина железнодорожной рельсовой колеи идентична ширине колеи метрополитена. Обновляют вагоны благодаря государственной программе развития транспортной системы Самарской области на 2014-2025 годы, а именно ее под программой развития пассажирского транспорта в Самарской области. В целом с 2020 по 2022 годы обновили и модернизировали 26 вагонов. С таким результатом город отметит предстоящий юбилей 35-летия Самарского метрополитена, самого экологичного и скоростного вида общественного транспорта. Есть вагоны, которые прошли капремонт, есть и новые, которые муниципальное предприятие получило в позапрошлом году. Действительно радостное событие, что уже в Самаре находятся пять практически новых вагонов метро, и на сегодняшний момент из 50 вагонов, которые в Самарском метрополитене отремонтировано более половины. И, конечно, к открытию станции метро мы планируем обновить практически весь подвижной состав Самарского метро. После ввода в эксплуатацию станции театральный интервал движения по ветке сократится до 7-8 минут за счет увеличения выпуска электропоездов на линию. Сейчас одновременно выводят пять поездов, каждый сформирован из четырех вагонов. Попеременно включаются в работу и другие поезда. В графике обязательно учитывается необходимость техобслуживания, текущего ремонта, прохождения ТО, санитарного содержания подвижного состава и так далее. Благодаря программе капитального ремонта обновление вагонов Самарского метро продолжится и в будущем. Как отметили специалисты профильного предприятия, чтобы полностью отремонтировать подвижной состав действующего парка, понадобится еще около двух лет. В следующем году планируют обновить порядка десяти вагонов. Почти столько же на ремонт в северную столицу страны отправят еще через год. Сотрудники метрополитена просят граждан не оставлять после поездок мусор, не портить внутренние поверхности и кузова вагонов и в целом бережно относиться к подвижному составу. Андрей Горгуленко, Михаил Ермоленко, Сергей Баскин, Николай Сидоров, Василий Колдашов. События. Для комфорта и удобства школьников в будущем году планируют увеличить количество учебных заведений, которые частично нуждаются в обновлении. Депутаты городской думы и совещательных структур при думе провели выездное совещание, осмотрев школы, в которых был проведен капитальный ремонт спортивных залов. По мнению городских властей, число обновленных учебных заведений должно расти за счет привлечения дополнительных ресурсов. Тему продолжит Ольга Павлова. Безопасность, комфорт и, самое главное, длительный срок эксплуатации. В спортивном зале 94-й Самарской школы провели капитальный ремонт. Отремонтировали полы, заменили электропроводку, систему отопления, установили новые светильники. При обновлении спортивного зала учитывались малейшие детали. К примеру, цвет стен выкрасили в яркие тона. Все так, как хотели дети. Я считаю это важно. В каждой школе должен быть свой хороший физрук, свой хороший спортивный зал, для того, чтобы наши дети могли развиваться физически. Также ремонт провели в душевых кабинах и комнатах для переодевания. Теперь они выглядят по-новому, современно. С инициативой обновления спортзалов, общеобразовательных учреждений, выступили депутаты Думы городского округа Самары по просьбе руководителей учебных заведений. Они же обратились в Госдуму и Министерство просвещения, с целью разработать программу, которая смогла бы помочь в реализации планов, касающихся ремонта самарских школ. Чем больше будет конслидация усилий, тем мы быстрее форсируем этот вопрос. Просчитали все, не только по спортзалам. Просчитали, сколько нам и кровель нужно отремонтировать, и системы жизнеобеспечения, коммунальные горячие водоснабжения, отопление, холодное водоснабжение. Если инициативу поддержат, то, возможно, уже в будущем году количество учебных заведений, которые получится отремонтировать, существенно увеличится. Ольга Павлова, Николай Сидоров, События. Рейды в частный сектор и беседы с местными жителями – наиболее эффективный способ не допустить возникновения пожара в домах с печеным отоплением. Сотрудники МЧС с началом отопительного сезона усилили профилактическую работу в частном секторе. На этот раз противопожарный рейд прошел в поселке Шмидта. С наступлением осени количество возгораний жилых домов из-за неправильного использования электрооборудования и дровяных печей резко возрастает. В зоне особого внимания спасателей в этот период – частные домовладения. На территории городского Самара за период 2022 года зарегистрировано 1134 пожара. За период 2021 года зарегистрировано 1352 пожара. Тут наблюдается уменьшение на 218 пожаров. Сотрудники МЧС России проводят профилактические рейды, чтобы рассказать жителям о правилах безопасности в быту. Жителям частного сектора напоминают, что основными нарушениями при эксплуатации отопительных печей являются трещины и повреждения домоходов, отсутствие предтопочного листа или его небольшие размеры, хранение вблизи топящейся печи горючих предметов. Если вы обнаружили очаг пожара, необходимо немедленно сообщить это в пожарную охрану, а также принять все посильные меры для ликвидации возникновения пожара. Ну и самое главное – не допускать возникновения пожаров. Как говорится, лучше предупредить, чем ликвидировать. Во время бесед с жителями спасатели акцентируют внимание на важность контроля за состоянием электропроводки. Ее требуется вовремя менять. Кроме того, важно не перегружать электросеть при использовании в помещениях электрообогревателей. Крайне опасно одновременно включать множество электроприборов или оставлять их на долгое время в режиме ожидания использовать самодельные обогреватели. И, конечно, ни в коем случае нельзя оставлять печи и отопительные приборы без присмотра или на попечение малолетних детей. Для нас очень важны такие рейды, потому что у нас поселок в зоне риска находится. Много пожаров было, тем более в наше сложное время. Конечно, хотелось бы, чтобы людей информировали, чтобы требовали, в том числе даже не просто информировали, требовали соблюдения пожарной безопасности, чтобы проверяли газовое оборудование, проверяли электрооборудование, состояние проводки, возможно. Также спасатели провели профилактический осмотр домов, чтобы выявить возможные риски возникновения пожаров. После чего дали рекомендации, как сделать дома пожаробезопасными. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. В музее имени Николая Баженова при 46-й школе прошла экскурсия. Подростки рассказывали о жизни ветерана Великой Отечественной войны и прокурора Куйбышевской области. На этот раз экскурсия состоялась в рамках всероссийской акции «Дети детям» и в преддверии проведения парада памяти. И все медали, что представлены в нашем музее, были подарены семьей Баженовых как знак памяти. Музей, посвященный герою Великой Отечественной войны Николаю Баженову, открылся в 46-й школе в 2021 году. А вскоре учиться сюда пришла его правнучка Виктория. Сейчас ученица 9-го класса сама проводит экскурсии в музее, созданном в честь ее прадеда. Виктория родилась уже после его смерти, но много слышала о нем от своих родителей. Наверное, такая одна из самых интересных ситуаций, о которой мне рассказывали. Когда девушка всегда приезжала в Самару, он на несколько дней уезжал на рыбалку. Прямо в поле рыбачить, а потом приезжала с большими бочками рыбы. Наверное, такое одно из самых интересных. Экскурсии в школьном музее проводятся в рамках всероссийской акции «Дети детям» и подготовки к параду памяти. Они направлены на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Дети сами разработали, старшие, так сказать, ребята, они разработали экскурсии для младших школьников с заданиями. Ну, то, что им интересно, с заданиями. Но тематика у нас – биография Николая Александровича. Среди экспонатов музея – награда Николая Баженова, его служебный китель, старшего советника юстиции. После ранения Николай Александрович пошел учиться на юриста. С 1969 по 1981 годы был прокурором Куйбышевской области. Затем стал первым заместителем генерального прокурора СССР. О самых важных вехах биографии Николая Баженова старшеклассники рассказывают ученикам младшей школы. Он работал у нас 12 лет. Под его руководством было построено здание прокуратуры на Чапаевской, 151. Также ряд прокуратур в городе Тольятти. Их объем работ связан с автовазом. И благодаря Николаю Александровичу хищение запчастей, о которых тоже пойдет речь в экскурсии, удалось избежать. В экскурсионной группе были и дети, вынужденные переселенцы, которые приехали в Самару, а теперь получают знания в 46-й школе. Их родители, узнав, что в учебном заведении есть такой музей, тоже захотели послушать историю жизни Николая Баженова. Старшеклассники скоро пригласят на экскурсию и их. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. Представители Росавиации объявили, что федеральное агентство снова продлило запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной частях страны. Ограничения ввели 24 февраля. Теперь запрет действует до 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта. Ограничения распространяются на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России работают штатно. Из зарубежных направлений Турция, Эмираты и Египет. По России, Москва, Санкт-Петербург и Калининград. Такие поездки планируют самарцы на предстоящие ноябрьские праздники. Сколько можно потратить сейчас на турпутевку, нужно ли сдавать ПЦР-тесты и что может измениться после ликвидации Ростуризма, узнала Светлана Кудрявцева. Предстоящие ноябрьские праздники россияне планируют провести как в России, так и за границей. Причем в этом году популярны белорусские города Минск, Гомель, Витебск, Могилев. Наиболее востребованные внутренние направления Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Симферополь, Краснодар. Как рассказывают турагенты, самарцы тоже планируют поездки по российским городам. Появились туры на Кавказ с вылетами из Самары. Конечно, никто не отменял автобусные туры. Например, в ноябре был шикарный тур в Нижний Новгород. Будут туры в Киров, в Вятку. Ну и, конечно, всегда пользовались популярностью, поскольку сейчас цены были снижены и по акциям были вылеты прям смешные по ценам. Это Санкт-Петербург из Самары напрямую и Калининград. Остаются также полеты в Сочи, в Красную Поляну. Пока туры на Красную Поляну можно приобрести от 14 тысяч рублей на человека. Однако скоро ценник вырастет, ведь россияне начнут бронировать поездки на горнолыжку. А вот зарубежный отдых уже удивляет своими ценами. Тем не менее, Турция, Арабские Эмираты и Египет с прямыми вылетами из Самары в топе самых популярных зарубежных направлений. Также из Самары напрямую можно улететь в Армению или в Азербайджан. Ряд направлений через Москву. Например, Шри-Ланка появилась, появилась Индия долгожданная, это Гуа. Понятно, что это можно из Самары стыковку сделать, но это будет понятно, что это будет из Москвы. И, конечно, экзотические направления, такие как Мальдивы, Маврики, Венесуэла из Москвы. Все ждали Таиланд, но, конечно, цена кусается. Порядка 100 тысяч, так рассчитывать на человека, 80-100 на человека из Москвы. Напомним, на днях в стране ликвидировали рост туризм. Его полномочия передали Министерству экономического развития. Сейчас пока никаких мы не видим для себя, как для турагентов, изменений. Но мы надеемся, что в ближайшее время будут какие-то подвижки, поскольку обещали и внутренний туризм увеличить, субсидии. Единственное переживание из-за чартерного программы, поскольку она всегда была субсидированная, цены всегда были лучше. Вот если ее не сократят, то будет развитие туризма дальше. Еще одно изменение. Роспотребнадзор отменил сдачу ПЦР-теста на ковид для россиян, которые возвращаются из-за рубежа. Иностранцам и лицам без гражданства не нужно предоставлять отрицательные результаты теста, а достаточно заполнить анкету прибывающего на территорию России. Светлана Кутрявцева, Максим Гусев, События. По данным ГИБДД Самары, за 9 месяцев этого года по вине таксистов произошло 35 аварий. 43 человека пострадали. Всегда ли документы у водителей такси в порядке? В совместный рейд с сотрудниками ГИБДД отправилась Елена Чернявская. Рано утром на улице Литвинова в Самаре сотрудники ГИБДД останавливали таксистов, чтобы проверить документы водителей. Как объясняют инспекторы, у каждого из них, помимо прав, должны быть при себе документы о прохождении медосвидетельствования, маршрутные и путевые листы, лицензии на машину, разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров. Есть у нас водители такси, которые страхуют автомобиль просто, как обычная гражданская ответственность, не как категория такси. Естественно, если случится, не дай бог, дорожно-транспортное происшествие, то, естественно, пострадавшие никаких выплат получать не будут. Естественно, водитель понесет наказание совершенно другое. Также технические неисправности смотрим обязательно. По мере возможности выявляем все категории нарушений, которые могут быть выявлены на месте. Взмах жезла и вот первый нарушитель. У этого гражданина Таджикистана лицензии на право перевозок пассажиров есть, но только по Москве. А путевой лист и вовсе отсутствует. Налицо сразу несколько нарушений. Но, как показали итоги рейда, большинство таксистов, которых сегодня остановили сотрудники ГИБДД, ответственно относятся к своей работе. Сергей Жданов трудится в такси более трех лет. Признается, когда документы в порядке, и работать спокойнее и проще. Очень много ДТП из-за такси. А потом в итоге, когда нет документации, это в итоге получается и ущерб машинам, и ущерб здоровью пассажирам, ну и, соответственно, и своему здоровью. Это очень печально на самом деле. Поэтому у меня все хорошо. Сотрудники госавтоинспекции просят жителей Самары быть бдительными и не садиться в такси, водитель которого не имеет разрешения на перевозку пассажиров, чтобы не подвергать своей жизнь и здоровье риску. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События. Далее, коротко о других событиях дня. В Самаре инспекторы ГИБДД выясняют детали смертельного ДТП. Оно произошло вечером во вторник, 25 октября, в Октябрьском районе. По предварительной информации, 38-летний водитель Тойота двигался по улице Советской армии в сторону Новосадовой. В районе дома номер 220 он наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Сообщили в ГУО МВД России по Самарской области. В результате аварии 35-летний мужчина от полученных травм скончался до приезда врачей. Во вторник, 25 октября, в Кировском районе Самары водитель Газели сбил пенсионерку. Об этом сообщили в региональном ГУО МВД. 39-летний водитель, находясь за рулем автомашины Газель 2818, двигался задним ходом по парковочной площадке торгового центра в направлении улицы Каховской. Напротив дома 147 он наехал на 70-летнюю женщину, которая шла по парковке сзади автомобиля. Рассказали в ведомстве. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение. В Самарской области отремонтировали 33 километра трассы Отрадный-Богатая-Борская. Дорога связывает населенные пункты нескольких муниципальных районов между собой и входит в опорную сеть автомобильных дорог Самарской области. По дороге проходят школьные маршруты и один из туристических маршрутов в Бузулукский бор. Национальный парк, расположенный в Самарской и Оренбургской областях. В соответствии с проектом на участке выполнили усиление и уширение дорожной одежды, устройство двухслойного щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия с применением современных материалов в соответствии с новым ГОСТом. Также укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы, места пересечений и примыканий. Установили барьерные ограждения, сигнальные столбики и дорожные знаки. Обновили два остановочных пункта. Разметку нанесли термопластиком. В Самаре наладили производство новой мобильной печи на дизельном топливе, которая уже получила название «Самарочка». Она была разработана по инициативе общественного фонда «Звезда Элира» для бойцов, находящихся на территории СВО. Самарский фонд уже неоднократно оказывал гуманитарную помощь. Леонид Сирант, один из разработчиков печи, отмечает, что ее бак рассчитан на 5 литров дизельного топлива. Сверху печи располагается камера. Она дает возможность сконцентрировать тепловую энергию, а температура на площадке доходит до 150 градусов. Горючее мгновенно сгорает, что делает печь не только удобной, но и безопасной. Ее можно использовать как для сушки вещей, так и для приготовления пищи. В Самарской области врачи выписали более 100 тысяч электронных рецептов. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Это стало возможным благодаря внедрению в медучреждение Самарской области единой медицинской информационной системы «Первый электронный рецепт» в рамках НАСПроекта «Здравоохранение». Каждый электронный рецепт заверяется личной электронной подписью врача и передается в аптеку, куда обратится пациент, предъявив мобильное приложение «Мой рецепт». Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Самары в телеграм-канале «Вести» с Дворянской приглашает жителей города принять участие в большом этнографическом диктанте. Просветительская акция пройдет с 3 по 8 ноября в онлайн и офлайн форматах. Задания для участников до 16 лет будут состоять из 20 общефедеральных вопросов. Для участников старше 16 лет из 30 вопросов. Время прохождения 45 минут. В онлайн формате акция состоится на официальном сайте мирэтно.ру. Принять участие в диктанте офлайн можно 3 ноября в 11 часов на нескольких площадках, среди которых Дом дружбы народов, Софийский собор, Самарская историческая мечеть и другие. Администрация промышленного района сообщает о старте третьего всероссийского чемпионата по искусственному интеллекту, который направлен на поиск и развитие талантливых специалистов. Его участники в течение месяца будут решать задачи Университета Иннополис, Международного аэропорта Шереметьево и Почты России. Призовой фонд составит 3 миллиона рублей. Участнику Великой Отечественной войны Александру Владимировичу Любимову исполнилось 98 лет, сообщает телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары. Не достигнув возраста 18 лет, в июле 42-го года Александр Любимов отправился добровольцем на фронт. Два года учился в Харьковском военном краснознамённом училище химической защиты Красной армии. В 1944 году Александра Владимировича направили на Карельский фронт. Он имеет медаль «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «Орден Красной звезды Отечественной войны второй степени», «Орден за партийную доблесть» и множество юбилейных медалей «За победу». Департамент опеки желает имениннику неиссякаемой энергии, благополучия и мирного неба. Телеканал «Самаргиз» присоединяется к поздравлениям. Скажи своё мнение. Мы продолжаем проводить опросы в нашем телеграм-канале на актуальные и интересные темы. В этот раз узнаём у наших подписчиков, есть ли у них ипотека. 56% ответили, что нет, и брать деньги в кредит они не собираются. У 22% опрошенных ипотека есть. 11% респондентов брали кредит на покупку квартиры, но уже выплатили его. И столько же собираются его оформлять. На этом выпуск подошёл к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самаргиз», на наших страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. А выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»